Давно отгремели сражения Великой Отечественной войны, в ходе которых воины Красной Армии, проявляя мужество и героизм, освобождали родную землю от оккупантов. Но сколько бы с тех пор не прошло лет, благодарные славянцы чтили и будут чтить память воинов-освободителей. 77 лет прошло с того дня, когда солдаты и офицеры Красной Армии под сильным огнем неприятеля преодолели водную преграду и очистили станицу Славянскую от гитлеровских захватчиков. В этот день благодарные славянцы приходят сюда, к традиционному месту проведения митинга, у памятного знака воинам-освободителям, чтобы почтить память павших в бою героев. Представители администрации, силовых структур казачества, активные общественники, жители города собрались в месте форсирования реки Протока, где в далеком 43-м году кипела яростная битва. 8 месяцев на нашей земле хозяйничали фашисты. Станичники пережили смерть, страх, жестокие убийства, пережили и выстояли. Освобождение станицы имело символический характер. Оно дало людям надежду на скорое изгнание врага с территории Кубани. И вновь место нашей встречи вот этот памятный знак воинам-освободителям. Он установлен на месте форсирования реки Протоки. Для нас это место дорого, как память. Именно отсюда пришел мир на славянскую землю. Каждый год мы возлагаем цветы в память о подвиге советского солдата, потому что в каждой семье есть свои герои. От имени Славянского районного совета ветеранов войны и труда, собравшихся, поздравил его председатель. Наш священный долг – хранить память о великом подвиге нашего народа, наших земляков. Чтить его историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Вечная слава, подаривший нам мир и свободу. Вечная память павшим в боях за освобождение Славянска и нашей Родины. В Краснодарском крае в год памяти и славы проводится всекубанская акция «Наша великая победа». В каждом муниципалитете Кубани поочередно проходит закладка капсул в дни их освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Капсулы с посланием будут переданы в Краевой музей имени Фелицина и будут адресованы потомкам, которые прочтут их 9 мая 2045 года на 100-летие Великой Победы. Глава Славянского района Роман Синеговский совместно с председателем Совета ветеранов Вячеславом Салминым во время проведения митинга заполнили капсулы с объектов военной истории нашего города в дань памяти и славы погибших воинов-защитников Отечества. После минуты молчания, о которой почтили память погибших солдат и офицеров, венки и живые цветы были возложены к подножию памятника. Затем славянцы прошли к самому берегу протоки, чтобы стать свидетелями уже ставшей традиции церемонии возложения траурного венка на воду реки. Венок, покачиваясь на холодной весенней воде, поплыл по течению под звуки печальной музыки. Славянцы хорошо помнят, что счастливая мирная жизнь была завоевана дедами и прадедами, которые для этого не жалели своего здоровья и жизни. В Домницке Петр Константинович участвовал действительно в освобождении Станицы Славянской. После как только освободили, забежал домой к семье, расцеловал детей. Старшенька была 7 лет, остальные были 4-2 годика. Попрощался с ними, а потом пошли дальше. И в планах между Темриком и Анастасиевской погиб, когда выбрасывали немцев там с плавни, подорвали его на вене. 43-й год, те холодные мартовские дни, когда целая дивизия на этом месте пошла на прорыв, переправилась через реку Протоку. Сколько здесь полегло людей, здесь каждая 5 земли полита кровью наших предков. Мы будем всегда помнить их подвиг и в своей работе по воспитанию молодого поколения всегда будем брать пример. И сколько бы лет ни прошло, этот дорогой для всех славянцев день все равно будет отмечаться. Это памятное событие навсегда вписано золотыми буквами в книгу истории нашего города. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.